Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Занятие у нас сегодня семинарское, поэтому мы будем разбирать ответы на вопросы, которые пришли нам через СДО из разных городов России и не только. Ну и я надеюсь, что мы выслушаем кого-нибудь из здесь присутствующих. Вы получите слово и сможете высказать те ответы, которые вы подготовили. Прежде чем я начну разбирать вопросы, надо сказать пару слов по занятиям в этом году. На самом деле, уже по этой аудитории, которую я вижу, произошел качественный скачок. Количество народа, которое интересуется таким систематическим изучением научного мировоззрения, оно растет все время и, по всей видимости, растет экспоненциально. По количеству работ, которое пришло в этот раз, это 160 работ, если я правильно посчитал. Такого не было никогда в прошлый раз. На первых занятиях было 90 работ. Так что понятно, что общественное бытие, оно заставляет всех трудящихся искать то мировоззрение, которое будет отвечать на большинство вопросов, которые стоят сегодня перед трудящимися. Поскольку то, что предлагает буржуазный класс, господствующий класс сегодня, конечно, является такой елейной лапшой, которую заливают в уши трудящимся, но ни на какие вопросы эта лапша ответить не может. Давайте я перейду, я присяду, с вашего позволения, и перейду к разбору тех работ, которые нам пришли. Начнем. Да, Дьяков Владимир Викторович отвечает на вопрос о том, что такое философия. И пишет, все знания человеческой цивилизации, накопленные за долгие годы, или еще за долгие, или еще не очень годы сознательного существования, наглядным образом отражены в современной культуре. Но я хочу сделать замечание здесь, на самом деле культура это и есть накопленный опыт человечества, материальный и духовный. То есть ненаглядным образом отражены, а культура это и есть просто накопленный человечеством опыт, и материальный, и духовный. Бок о бок с философией, пишет товарищ, всегда была и логика. В каком смысле, а не бок о бок? На самом деле логика, диалектическая, по крайней мере, есть раздел философии. Зачтено. Щербакова Екатерина Ваславовна, Самарская область, город Самара. Разбирает вопрос об истине и говорит, истина это соответствие понятия объекту. Но мы помним, что это не только соответствие понятия объекту, но и соответствие объекта понятию. Зачтено. Евгений Александрович Порошин, Санкт-Петербург, член Рабочей партии России, пишет, что диалектика соответствует критерию системы, у которой есть начало и результат. Ее начало – это чистое бытие, а результат – абсолютная истина. Только не абсолютная истина. Вы правы, что первая категория диалектики – это чистое бытие. Это абсолютно верно. А конечная категория – не абсолютная истина, а абсолютная идея, как единство идеи теоретической и практической. Зачтено. Осохов Богдан Викторович, Республика Адыгея, город Майкоп. Товарищ пишет. Диалектика – искусство оспорить, рассуждать. Метод аргументации философии. То есть, получается, вы сводите диалектику к ораторскому искусству некому? Это неправильно. Истина – это элемент сознания, продукт мыслительной деятельности. Истина есть не сами вещи, а знания об этих вещах. Но как это – истинный элемент сознания? Что это значит? В каком смысле знание об этих вещах? Если я знаю что-то об этом микрофоне, я знаю истину о нем. Тут надо быть точнее. И дальше. Вывод – истина – это духовное образование. Вот это вообще номер. Непонятно, что такое. Но в целом зачтено. Романов М.А. Пишет. В качестве источника развития диалектика утверждает единство и борьбу противоположных начал. Что значит единство и борьбу противоположных начал? Диалектика утверждает, что основанием любого развития является борьба противоположностей, а не единство и борьбу противоположных начал. Не очень точно. Диалектика включает в себя объективную и субъективную логику, пишет товарищ. Диалектика включает в себя объективную и субъективную диалектику. Если мы возьмем Гегеля, науку логики, то он все-таки разделяет на объективную логику – это учение о бытии и учение о сущности – и субъективную логику. Он не называет ее объективной и субъективной диалектикой. Хотя я не исключаю, что где-то, может быть, Маркс говорил об объективной и субъективной диалектике. Если тут что-то я путаю, меня могут поправить. Зотов Александр Владимирович. Зачтено, да. Зотов Александр Владимирович, город Башкортостан. Философия, наука об отношении человека к миру. То есть получается, что философия рассматривает мир отдельно и человека отдельно. Это неправильно. И дальше товарищ пишет, что философия – особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знания о фундаментальных принципах и основах человеческих отношений, о наиболее общих, сущностных характеристиках человеческого отношения к природу, обществу и духовной жизни во всех их основных проявлениях. По всей видимости, Александр Владимирович вырвал вот это определение из какого-то плохого словаря. Что за сущностные характеристики? Сущность – это, вообще говоря, такая серьезная категория, которая рассматривается в философии, в диалектике, во втором томе науки логики. Дальше какие-то характеристики человеческого отношения к природу возникают. В общем, все тут намешано. Но пишет товарищ, истина – это соответствие понятия объекту и соответствие объекту понятия, что абсолютно верно. Зачтено. Старчак Константин Михайлович, Киев. Про правильность, достоверность и истинность отвечает товарищ и пишет. Правда не отражает всех свойств объекта. Каких свойств? О каких свойствах идет речь? Истина же отражает весь набор свойств объекта. То есть, вообще говоря, истина, как мы помним, это соответствие понятия объекта. То есть, речь идет о понятии. Категория понятия достаточно богатая. Сводить понятия к набору свойств объекта – это то же самое, что, например, как в плохих учебниках по логике определения сводят к набору характеристик, набросанных в мешок. Это неверно. Также и с истины. Если мы говорим о понятии, то это не есть набор свойств объекта. Да, понятия – это… Мы это будем потом изучать на следующих лекциях. Но понятия – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Это никакой не набор свойств объекта. На вопросе о диалектическом материализме товарищ пишет. Первоначально диалектическая логика была изложена Гегелем с идеалистической точки зрения. Диалектическая логика, рассматриваемая с позиции материализма, называется диалектическим материализмом. А что значит рассмотреть диалектическую логику с позиции материализма? Вот, товарищ, тут это не указал. Но в целом за штеном. Аникина Анастасия, город Москва. Да, тоже пишет Анастасия. Короткий ответ, но правильный. Диалектический материализм – это диалектика Гегеля, истолкованная материалистически. Да, а что это означает? В чем выражается материалистическое истолкование? Зачтено. Медведев Иван Николаевич, село Куйбышево, Ростовской области. Пишет. Истина, соответствующее понятие объекту. Правильно, но неполное определение. Да, термин диалектика в школе Сократа Платона означал умение вести беседу. Но вот опять диалектика сводится к какому-то умению, ораторскому искусству, умению вести беседу. Это неправильно. Современное понимание диалектики, как учение, пишет товарищ Медведев, рассматривающего материальный мир и мир идей в движении, противоречиях, развитии. Современное понимание диалектики – это гегелевское понимание диалектики. То есть это та система категорий, которая изложена в науке логики Гегеля. Вот современное понимание диалектики. То есть современная диалектика – это и есть диалектическая логика Гегеля. Зачтено. Котова Сабина пишет, таким образом делаем вывод, что правильность носит односторонний характер. Абсолютно правильно, абсолютно верно. Но опять и дальше. Правильность – это односторонняя истина. А это нельзя сказать. Истина, она конкретна, то есть она противоречива. Поэтому нельзя сказать, что односторонняя истина. Это как-то мы истину рассматриваем как противоречивую истину. И при ней нельзя говорить как про одностороннюю. Поэтому можно говорить так. Правильность – это истина, взятая с одной стороны. Вот тогда будет верно. А дальше Сабина пишет, истина представляет систему знаний. Это неверно. Наука представляет систему знаний. То есть наука – это знание, возведенное в систему. Так застено. Таиров, АЭС, Крик Макросс, Республика Ирландия. Зачтено. Диалектический материализм, философское направление выведено из материалистических идей Карла Маркса и Фридрика Энгельса. Система философских воззрений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но это как-то так, мягко сказать, очень абстрактно. То есть, можно сказать, диалектический материализм – это момент марксизма. Тоже так. Это верно. Но это не является истинным. На самом деле, ну давайте мы потом этот вопрос разберем. Может быть, когда кто-то будет отвечать, нам этот вопрос поточнее раскроет. Дальше пишет Михаил. Исторический материализм – это распространение положения диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положения диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общества. Видимо, товарищ тут цитирует Иосифа Виссарионовича Сталина, но цитирует абсолютно верно. Зачтено. Львов Григорий Аркадьевич. И вот тут товарищ отвечает на некоторые вопросы, а также пишет, что… Да, где-то он тут указывает, что из лекции он не смог… Да, вот прослушная лекция не позволяет определить допустимую для ответа терминологию. Дорогие товарищи, лекция, которую читает Михаил Васильевич, она не является полным содержанием тех ответов на вопросы, которые вам предлагается дать. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно использовать источники, которые, я думаю, товарищ Мордовин где-то должен опубликовать. И смотрите также лекции за предыдущие годы. Вообще, говоря, Михаил Васильевич очень творчески подходит к лекциям, и все лекции без исключения разные, и у них есть и общие, но они различные. Поэтому одной лекции, конечно, недостаточно, чтобы правильно и полноценно ответить на вопросы, но зачтено. Бунин Игорь Викторович, диалектическая истина – это тождество различного. Непонятно, почему тождество различного. Диалектическая истина подразумевает противоречие. Любой объект противоречив, соответственно, если мы хотим выразить истину о любом объекте, то истина будет противоречию. В этом смысле диалектическая истина и понимается. И да, хочу заметить, некоторые товарищи различают диалектическую истину и просто истину. Как будто бы есть какая-то отдельная истина, недиалектическая, метафизическая истина. И есть вот диалектическая истина, которая раскрывает противоречие. А правильно ли такое рассмотрение, дорогие товарищи? Истина одна. Вот правильно, и она диалектическая. Истина одна, диалектическая истина – это и есть истина. Никакой другой истины, кроме диалектической, нет. Если мы говорим о любом предмете, о любой материи, она противоречива, она содержит в себе противоречия. Значит, когда мы говорим про истину, мы говорим про диалектическую истину. Никакой другой истины мы не под этим не понимаем. Но так защищено. Владимир Павлов, YouTube, канал «Тютнярская история». Философия выявляет и формулирует законы бытия, справедливые всюду. Почему законы бытия, а законы ничто она не формулирует, а законы становления? Почему вы вырвали только одну категорию бытия? Философия выявляет и формулирует всеобщие законы природы, общества и мышления. А нельзя сказать, что у нас все сводится к законам бытия. Это как-то так, бытие Божие, еще что-то тут надо быть аккуратным. Диалектическая истина – это истина, отражающая диалектику природы. Ну и что? Диалектическая истина – это истина, отражающая диалектику. Говорить так можно, но это масло масляное. Надо говорить о противоречии именно, которые раскрываются в истине. Зачтено. Артемьев Алексей Анатольевич, город Санкт-Петербург. Истина – характеристика содержания мышления, как соответствующего действительности, воспроизведения в мысли действительности таковой, какова она есть. Ну, я когда это прочитал, я понял, что истину нам никогда не понять, потому что даже вот эта категория истины, как там товарищи предлагают ее понимать, ее охватить невозможно. Дорогие товарищи, все значительно проще. Истина – это соответствие понятия предмету, первое. И второе, поскольку истина не сводится только к созерцательному наблюданию, созерцанию материи, истина заключается в том, чтобы привести предмет в соответствии с понятием. То есть сначала мы понимаем предмет, выводим его понятие, это понятие должно соответствовать этому предмету, а потом мы изменяем предмет в соответствии с этим понятием. И по данному поводу можно сказать, что Маркс замечал следующее, что философия лишь различным способом объясняла мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить. И вот в этом как раз и заключается мысль об истине. То есть истина понимается таким образом, как выражает это Маркс. А товарищ, видимо, списал с какого-то плохого справочника или плохого учебника. Одновременно диалектик также и метод мышления, познания. Но метод – это диалектический метод, а диалектика все-таки это не метод. Диалектика – это система категории, это логика, наука, изучающая раздел логики, можно сказать так. Так, зачтено. Колесников Игорь Вячеславович. Диалектический материализм – это одна из трех составных частей философии марксизма. Ленинизма вместе с политической экономией и теорией научного коммунизма. Первое. Михаил Васильевич должен был это говорить на лекции, я полагаю. Что и хотя у Ленина работа, три источника, три составных части марксизма – это все-таки не части. Это моменты. Это неразрывные. Возьмите, возьмите, давайте вот, да, и тут товарищ пишет, что теория научного коммунизма. Нет такой теории научного коммунизма. Вот то, что изучали в Советском Союзе, научный коммунизм, нигде вы у Ленина не найдете научного коммунизма. Есть научный социализм, а научного коммунизма нет. Если мы возьмем, например, политическую экономию, где выражена политическая экономия? В каком труде? Критика политической экономии. В капитале Маркса. Начинаем читать критику политической экономии. Я хочу показать неразрывность этих моментов. Начинаем читать политическую экономию. И тут же, прямо уже в первой главе, когда Маркс говорит о товаре, там без диалектики просто не прорваться. Ну, невозможно понять первую главу, и об этом Ленин пишет, да, нельзя вполне понять капитал Маркса, особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Мы начинаем изучать политическую экономию и тут же встречаемся с диалектическим материализмом, да, с историческим материализмом. Дальше. Чем заканчивается первый тон капитала? Ну, бьет час, да, бьет час капитализма и экспроприаторов экспроприирует. Это написано в капитале прямо. А это уже что? Это уже научный социализм. То есть Маркс прямо. Чем научный социализм отличается от утопического социализма? Кто может сказать? Вот одним из источников марксизма является утопический социализм, французский в основном. Сен-Симон, Фурье. Чем он отличается от научного социализма? В чем различие? Вроде точно так же в научном социализме Сен-Симон прекрасно описывает будущее, как трудящиеся будут хорошо жить. В чем отличие ключевого, ключевое утопическое? Еще раз. Учение о правитарской диктатуре. Правильно, можно так сказать. Можно так сказать. На самом деле, точнее сказать так. Научный социализм прямо указывает на ту материальную силу, которая обеспечивает переход к социализму, к коммунизму в первой фазе. И это рабочий класс. То есть, если утопический социализм не указывает эту силу, он говорит, что хорошо бы вот так вот обустроить общество таким образом, справедливость, равенство и все прочее, то научный социализм прямо указывает на ту материальную силу, которая изменяет это общество. И которая единственная сила, которая объективно полностью заинтересована в изменении этого общества. Вот. Поэтому, когда мы говорим о составных частях марксизма, мы, конечно, имеем в виду моменты. Но Колесников Игорь Вячеславович получает зачет. Так. Это мы разобрали. Демин Александр Дмитриевич. Диалектика как наука изучает процессы в движении от ничто к бытию и наоборот. Что значит от ничто к бытию и наоборот? Движение от ничто к бытию диалектика действительно изучает. Но этот переход, извините, это один из первых переходов в системе категорий диалектики. А что, дальше она как бы не двигается? То есть, она перешли от ничто к бытию, потом, по соответствии с тем, что нам указывает товарищ, вернулись наоборот. То есть, перешли к ничто, и там мы остановились. И все. И на этом диалектика закончилась. Здесь так говорить нельзя. Когда мы говорим про диалектику как науку, мы должны сказать в первую очередь о том, что такое наука. Что это система знаний или знания, возведенные в систему. Но вот если диалектику рассматривать как систему знаний, то есть систему категорий, изложенную Гегелем, и переходов между ними, самое главное, то мы получаем, что если мы рассматриваем диалектику таким образом, вместе берем вместе с переходами, то мы получаем систему знаний. И в этом смысле диалектика является наукой. Зачтено в целом. Сарайкин Сергей Сергеевич. Это, я так понимаю, тоже наш товарищ из Рабочей партии России. Поэтому я позволю себе покритиковать его. Правильность и достоверность и истина, пишет товарищ наш. Что такое правильность в обыденном понимании? Вот начинает с такого рассмотрения Сергей Сергеевич вопрос о правильности и достоверности и истины. Дорогие товарищи, а зачем нам вообще понимать, что что-то значит в обыденном понимании? Мы, если будем разбирать этот вопрос, а что такое обыденное понимание, а как разные люди понимают то или другой предмет, мы, собственно говоря, в этом запутаемся и никогда к истине и не придем. Поэтому надо начинать не с такого, не с обыденного понимания, а с научного, с истинного понимания. И на мелочи, что называется, не размениваться. Диалектика утверждает, что понятие всегда движется. Куда понятие движется, прошу прощения? Непонятно. В разные стороны. Да. Да, и можно сказать, пишет товарищ, что истина – это момент системы понятий. То есть у товарища система понятий какая-то взялась. И у него есть момент. Вообще говоря, мы будем потом изучать. Моментами понятия являются всеобщее, единичное и особенное, а никак не истина. Так что здесь товарищ перегнул палку явно. Да, три составные части по Ленину. Философия, диалектика. Диалектический материализм, правильно я так сказать. Правда, современный, опять же, мы когда говорим, здесь можно говорить так, диалектика, да, но никакой современной диалектики, кроме диалектического материализма, и нету. Потому что современная диалектика – это, естественно, диалектический материализм. И современный материализм – это не просто абы какой материализм, а именно диалектический материализм. Дальше. Исторический материализм и политическая экономия. Тут товарищ перепутал. Вместо исторического материализма нужно было написать «научный социализм». Да, поскольку наше представление, понятие об изучаемом предмете и обществе в целом постоянно меняется, развивается, то оно движется между моментами, в скобочках, сторонами изучаемого предмета. Получается, что товарищ Сергей Сергеевич моменты и стороны не различают. У него, так сказать, стороны, вот одна сторона стола, другая сторона стола, это, оказывается, моменты этого стола. Опять же, на следующем занятии мы будем об этом говорить, но моменты – это неразделимые, два неразделимых движения в одном движении. Это никакие не стороны. Про стороны здесь говорить нельзя, но в целом защитено. Так, Ефимов Артур Игоревич, город Лига, Латвийская, ССР. Вот Артур Игоревич пишет. Истина всегда конкретна. Конкретно – значит, не абстрактно. Ну да, конкретно – значит, содержит в себе противоречие. Зачтено. Побережная Оксана Николаевна. Философия – это наука, которая изучает всеобщие законы, природы, общества и мышления. Отлично. Так философия определяет изнутри себя. В каком смысле она изнутри себя определяет? Не очень понятно. Да, с этим определением могут не согласиться представители естественных наук, сказав что-то там. Дорогие товарищи, нас беспокоит, с каким определением могут не согласиться представители естественных наук. Мы знаем, что сейчас у некоторых блогеров мода пошла, представители, так сказать, блогинга, которые отрицают диалектику просто. Говорят, что диалектика – это шарлатанство, мол. Что нам, какое дело нам до этих граждан и представителей естественных наук, которые, так сказать, не знают определений? Нас это мало беспокоит. Мы здесь занимаемся изучением категорий, понятий и движемся к познанию истины. Зачтено. Тереховский, или Тереховский, не знаю, Андрей Андреевич, город Санкт-Петербург. Философия – это наука, которая изучает мир вокруг, общество и взаимоотношения человека с окружающим миром. Ну, это такое какое-то вяленькое определение. То есть, в принципе, я вышел на улицу, так сказать, обозрел мир вокруг себя. Ну, я изучаю в некотором смысле, что я философией занимаюсь. Так говорить и философией нельзя. Все-таки философия изучает законы. И не просто законы, а всеобщие законы природы, общества и мышления. Правильность – это одностороннее мнение. Ну, тут мнение вообще – это какой-то идеализм. Да, вопрос о мнении мы не ставим. Мы ставим вопрос об истине. Истина – это соответствие понятия действительности. Опять, категория действительности – все-таки такая достаточно сложная категория. Соответствие понятия объекту. Отражение всех противоречий объекта. Подождите, а если мы отразили какие-то противоречия объекта, то есть вскрыли противоречия объекта, но до конца не все. И вообще можно ли познать абсолютную истину? Это вопрос такой спорный. И истина все-таки – это отражение противоречия объекта. Но вовсе не всех противоречий. Диалектический материализм – это материализм, который вывели Маркс и Энгельс. Каким образом они выводили этот материализм? То есть они сидели как формула, выводили его? Непонятно. Так зачтено. Майор Гамиранда Ильич. Перу, город Лима. Так. Это второй уже с Лимы слушателей. Второй с Лимы слушателей. На русском. Да, пишет на русском, но… Нет, на русском все нормально, да. Правильность допускает одностороннее рассмотрение. Правильность – это и есть одностороннее рассмотрение. Но с точки зрения разума нельзя говорить только о равенстве с собой или только о неравенстве с собой. И в скобочках – МВ Попов. То есть с точки зрения разума Попова. Или что? О чем идет речь? Непонятно. Истина. Есть соответствие мышления предмету. Неправильно. Понятие предмету. Понятие – это более богатая категория. Мышление – это просто способность высокой формы материи, высокоорганизованной формы материи отражать мир окружающий, саму материю. И соответствие мышления предмету – этого недостаточно. Мы выражаем в понятиях. И говорим, что понять – это выразить в понятиях. Да, и опять вот тут указывает товарищ, что диалектическая истина – это истина, которая утверждает, что вообще нет ничего, в чем бы не было прямо противоположных тенденций. То есть как будто бы есть какая-то другая истина. Это неверно. Но так защитено. Так, Светлана Герасимова, город Москва. Метод диалектики – выведение более сложных категорий из исходных. Ну, в некотором смысле это правильно, в том смысле, что из одной категории, из чистого бытия, исходной категории, следуют все остальные. Но на самом деле метод диалектики подразумевает выведение более сложных категорий из более простых. Да? И что значит сложные категории? Кто знает, что такое сложные? Что это означает? Да, сложные из простых. Да, вот товарищи знают. Защитено. Шабрина Марина Олеговна, город Шатура, Московская область. Философия, наука о всеобщем. Ну, что это такое? О чем всеобщем? Этого недостаточно. Исторический материализм – это материалистическое понимание истории с точки зрения Марины Олеговны. Это неправильно. Исторический материализм – есть применение диалектического материализма к истории. Но, опять же, да, здесь я поправлюсь, наверное. Если Марина Олеговна понимает, что материалистическое понимание, никакого другого материалистического понимания, кроме диалектика материалистического понимания, нету, то так можно сказать. Выгрузился я за Марину Олеговну. Защитено. Попов Дмитрий Валерьевич. Забайкальский край. Город Чита. Так, исторический материализм – взгляд на историю с точки зрения диалектического материализма. Я взглянул на историю, так сказать, посмотрел, обозрел историю, и я уже с точки зрения диалектического материализма, и значит, что я занимаюсь историческим материализмом. Это субъективизм. То есть взгляд, чей взгляд? Попова? Мой взгляд. Маркса? Энгельса? Чей? Дмитрия Валерьевича? Непонятно. Но так зачтено. Адамов Алексей, Ростовская область, Семикаракорский район, станица Задонно-Кагальницкая. Все правильно Алексей отвечает, только говорит, что истинно – это только соответствие понятия объекту, что неполно. Мы уже это разбирали сегодня. Александр Устинов, Лейпциг. Да, опять научный коммунизм откуда-то взяли. Но нету у Ленина никакого научного коммунизма. Научный социализм. Зачтено. Так. Вот такое ощущение, что термин научный коммунизм его преподавали в позднем СССР. И как раз… Да, учили. Произм. Вот это вот оттуда. То есть специально ленинскую такую формулировку научного социализма выбросили. Предмет был. Ну вот назвали предмет. А почему они назвали научный социализм, как у Ленина? То есть и такое ощущение, что на нем, в общем, суре… Мы уже шли, как Кручев обещал, коммунизм должен был. Вот, вот, да, что он уже этот коммунизм… К коммунизму-то уже пришли к первой стадии его. Этого почему-то на научном коммунизме никто не объяснял, по всей видимости. Вот, ну, соответственно… Мы учили, что к 80-му году мы будем… Вот, ну вот, вот это вот научный коммунизм. Вот научный коммунизм заключается в том, что к 80-му году кто-то будет жить при коммунизме. Вот все его содержание. СССР будет жить при коммунизме. Да, ну и как? В 80-м году. Живем? Жили. Так, Асташенко, Антон Владимирович. Диалектическая истина – это соответствие объекта идеи. Какой идеи? Идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Какой идеи? Непонятно. Зачтено. Так, остальные вопросы – правильно. Башмаков, Александр Владимирович. Однако, на самом деле, законы, пишет Александр Владимирович, «Согласно определению Гегеля, спокойное въявление – это все диалектические категории». Но этого хватанули, товарищ дорогой. Все диалектические категории не являются законами. Законы, категория законов действительно в диалектике есть. И вы правильно говорите, что это спокойное въявление, но все диалектические категории, нельзя сказать, что они законами являются. Зачтено. диалектика как так бессонов евгений александрович голод город белоярский диалектика это наука о противоречиях ну это не совсем верно да мы это уже разобрать сегодня и дальше диалектика это суть и метод марксизма диалектика это не метод марксизма вот он диалектический метод это метод марксизма а что такое суть тут суть а чем суть отличается от сущности здесь товарищ путается но про диалектический материализм правильно написал защитил варганов сергей юрьевич тюменская область хмау югра город мегион исторический материализм это метод диалектического материализма неправильно исторический материализм это диалектический материализм к примененной к истории остальное верно зачтено зибров олег семенович город екатеринбург диалектическая истина это абсолютно единство теоретической и практической идеи вы как-то так сразу же хватанули в конец науки логики вообще говоря диалектической истика истинная это просто истина которая раскрывает противоречия вот и не более того все остальное нормально зачтено сидрестов илья юрьевич республика казахстан город астана вспомним что материализм философское мировоззрение утверждающее что материя является первичным началом сфере бытия осознание вторичном что за сфера бытия такая это учение бытии в сфере бытия первым началом является чистое бытие а никакая не материя если мы говорим про материализм по отношению к идеализму то эти две философские концепции отличаются лишь том что материализм утверждает что материя первично осознание вторично а идеалисты утверждают наоборот что сначала сознание а потом идет материя так защищено мариганов е пишет товарищ мв попов определяет философию как науку о всеобщих законах природы общества и мышления это только мв попов определяет или кто-то еще другой определяет непонятно но здесь товарищ пишет хорошо на ребенка когда говорит про диалектическую истину как раз пишет наряду с объективной истиной следует рассматривать также субъективную истину то есть соответствие объекта понятия различие тут можно описать известным тезисом маркса философы лишь различным образом объясняли мирного дело заключается в том чтобы изменить его до процитировал товарищ маркса за что получает зачет да но я бы сказал что вот он когда попова неудачно процитировал все-таки я думаю что михаил васильевич бы отказался от того что он определяет философию как науку он да не имеет патента на такое определение высоцкий алексей олегович философия наука изучающая всеобщие законы природы общества сознания пишет товарищ не сознание мышление точнее а зачтено гусев георгий сергеевич город новый уренгой диалектика как наука наука всеобщих законах развития движения природы человеческого общества мышления так как философия а как показать что диалектика и диалектика все-таки это раздел философии это не вся философия а по как показать что диалектика на наука но вот мы об этом сегодня говорили надо вспомнить что такое наука и указать на то что есть система диалектическая система знаний Значит, диалектика и есть наука. Зачтено. Густелёв Юрий Александрович, город Санкт-Петербург. Зачтено. Дзюба Сергей Михайлович, город Псков. Диалектический материализм – есть философское учение, на котором стоит марксизм. Ну, правильно, конечно. Но а что такое диалектический материализм-то? Это философское учение, да. На нём стоит марксизм. А что это такое? Непонятно. Зачтено. Вишняков Василий Александрович, город Москва. Диалектический материализм – это наука, основанная на диалектике Гегеля в материалистическом её понимании. Служит для научного обоснованного изменения материи. Вот здесь уже более близко, товарищ, к делу подошёл. Действительно, диалектический материализм – это наука, основанная на диалектике Гегеля. Первого, основанная на диалектике Гегеля, но материалистически истолкованной диалектике Гегеля. Вот так будет правильно. И это будет диалектический материализм. Зачтено. Никифорово Н.О. Владивосток. Философия – это особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее сущных характеристикх человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни. Ну, всё намешано тут. Почему-то это оказалась философия не наука, а некая форма. Что за форма такая? Познание мира. Ну, хорошо. Система знаний упомянута. Ну, то есть, как бы наука вроде бы есть. Фундаментальные принципы какие-то, но только об основах человеческого бытия. То есть, берётся только бытие. Об онтологии только говорит философия. И наиболее общих сущностных характеристикх человеческого отношения к природе. Сущностные характеристики. Что это такое? Непонятно. Общество и духовная жизнь. Что за духовная жизнь такая? В общем, всё намешано, а то определение философии, которое мы тут разбирали много раз, оно значительно короче и значительно более полно отражает суть вопроса. Истина – это постепенный процесс всё большего и большего совпадения предмета с понятием. Ну, тут, в принципе, да, движение изложено, конечно, но всё-таки истина – это соответствие самого понятия и предмета с объектом. Так, зачтено. Торопов Александр, город Москва, зачтено. Леич Юлия Александровна, город Каменск-Уральск, Светловской области, зачтено. Ермаков Павел Николаевич, город Ленинград. И да, товарищ пишет о философии. И тут прямо приводит столько определений философии. Но начинает правильно. Значит, философия изучает всеобщие законы природообщества и мышления. И тут бы товарищу остановиться. Но нет, он идёт дальше. Также философию определяет следующим образом. В.А. Эдельман, В.С. Бернштейн. Боюсь предположить, что это за Бернштейн такой. Особая форма мыслительной деятельности направлена на всеобъемлющее, рациональное осмысление мира и бытия человека в нём. Ну, красиво. Красиво излагает Бернштейн. Но, к сожалению, это вот такая жвачка, которую не разложить на составляющие, не понять, о чём здесь идёт речь, форма какая-то мыслительной деятельности. То есть философия соединяется с мыслительной деятельностью, чьей мыслительной деятельностью. Всеобъемлющее, рациональное осмысление мира. То есть бывает осмысление мира иррациональное, по всей видимости. Ну, вот такое вот, это что называется, такое философская водичка. Ну, вот товарищ её приводит зачем-то, непонятно зачем. То есть действительно бывают определения, правильные, хорошие, истинные определения. А бывает то, что вот товарищи выдавливают из себя различные, выдавая это за научные и за какое-то новое, так сказать, новые подходы к данным категориям. А в итоге получается какая-то чушь. По философии также понимают исторически развивающуюся совокупность, результатов этой деятельности и систему теоретических положений, в рамках которой она существует. Не читайте плохие книжки, дорогой товарищ Павел Николаевич. На занятия в Красном университете мы будем изучать диалектический метод. Да, это правда, вычтено. Засорен Владимир. Зачтено. Сергей ФДП, город Севастополь. Философия, наука о законах развития природы, общества и мышления. Неправильно. Не всякие законы философии изучают. Законы Ньютона, например, которые очевидно относятся к законам развития природы философии, не изучают и не интересуются никаким образом, потому что она изучает всеобщие законы, те, которые просматриваются во всем. Так, зачтено. Ищанов Дамир Галимжанович, Австралия, штат Виктория, город Мельбурн. Вот как. И Дамир Галимжанович прямо пишет. Наука – это система знаний. Подсистемы же понимают развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. Неправильно. Под развитием понимают движение простого к сложному, низшего к высшему. И тут вы, товарищ, пишете, развитие есть движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Как будто в развитии кто-то движется, какой-то предмет движется от простого. Вот было простое, он передвинулся к сложному. Было низшее, где-то низшее, и мы передвинулись к высшему. Так не получается. В действительности развитие – это и есть само движение простого к сложному. Простое движется к сложному, и низшее «е» движется к высшему. Так защитено. Советкино и «В» защитено. Ланская Елена Владимировна, город Великие Луки. Диалектический материализм – есть марксистско-ленинское философское учение. Единственное научное мировоззрение современности. Ну, неправильно так говорить. Марксизм – есть мировоззрение современности, научное мировоззрение современности. И, скорее всего, единственное, действительно. Но все-таки диалектический материализм – это момент марксизма. И дальше Елена Владимировна пишет. Он был создан в XIX веке Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. А что, до XIX века никакого вклада в диалектический материализм не было сделано? А Гегель где был? То есть Маркс с Энгельсом сделали единственную вещь. Они начали диалектику гегелевскую, которая по своему рождению была идеалистическая, они начали истолковывать материалистически. То есть они сказали, что вот это движение, которое ухватил Гегель в диалектической системе своей, это есть не движение некой абсолютной идеи, духа, которая развивается до материи, материя развивается до человека. Человек познает саму себя и таким образом познает идею. И вот идея вернулась сама к себе. Идею отбросить отсюда. И получается, что система категорий, которые мы видим у Гегеля, она является отражением действительного движения в материальном мире. И вот такое, собственно говоря, надо сделать только это. Сказать, что те категории, которые есть у Гегеля, они отражают действительное движение материи. И все. Вот и есть материалистическое толкование диалектики. Теперь эти категории можно применять к материи, к любой. Поскольку это движение материи, эти категории всеобщие, значит, к любой материи они применимы. Ну и дальше это можно разворачивать. Но фактически вот диалетическое, материалистическое истолкование диалектики сводится всего лишь вот к этому, тому, что я сказал сейчас. И ничего как бы тут особого выкидывать из Гегеля не нужно. Ну, правда, из науки-логики надо выкинуть, конечно, все его рассуждения о Боге, о духе, вот эту всю чушь идеалистическую. И тогда взять только существо диалектики, ту систему. И все будет хорошо. Так, защитено. Болгазин Денис Алексеевич, Республика Хакасия. Вот источники и составные моменты марксизма товарищ Болгазин указывает абсолютно верно. Защитено. Монахов Владимир Андреевич тоже пишет. Истина представляет систему знаний. Наука есть система знаний. Почему истина представляет систему знаний? Я так думаю, что, может быть, кто-то оговорился на каких-то лекциях, и тут товарищи немножко запутались. Но все-таки наука есть система знаний. Или знания, возведенные в систему. Так, защитено. Калошин Андрей Викторович, город Сугргут, Хмао-Югра. Защитено. Каравайкин Алексей Евгеньевич, город Москва. Защитено. Карпенко Владимир Александрович, Башкортостан, город Салават. Пишет товарищ. Результат отрицания любой категории является истиной данной категории. Диалектическая третья истиной своих атрибутов. Что за атрибуты? Это во-первых. Во-вторых, не любое отрицание категорий является истиной данной категории. Вот, например, абсолютное... Значит, мы начинаем с чистого бытия, да, и чистое бытие переходит в чистое ничто. Об этом мы будем говорить на следующих занятиях. Но нечистое бытие, нечистое ничто истинными категориями не являются. Потому что противоречия они в себе никакого не содержат. Первая истинная категория – это категория становления. Потому что она уже в себе содержит противоречия. Соответственно, все остальные категории тоже являются истинными. Потому что они уже в себе противоречия содержат. А вот бытие и ничто истинными категориями не являются. Но так зачтено. Кириллова Анастасия Алексеевна. Город Санкт-Петербург. Прежде всего, диалектикой называется наука наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Главной категорией которой является противоречие. Во-первых, вы тут смешали все. Философией называется наука наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Можно говорить, что диалектика – это наука о наиболее общих законах развития мышления. То есть диалектика ставит своим предметом и рассматривает само движение мысли. Как движется мысль. Вот что рассматривает диалектика. То есть само мышление. Но она никак не интересуется законами развития природы и общества. Развитие общества интересуется раздел философии, которые можно называть историческим материализмом. Вот это уже другое дело. И главной категорией в диалектике не является противоречие. С какой стати, собственно говоря? Это противоречие – это одна из категорий диалектики. Действительно важная категория. Но она не главной категорией не является ни в каком смысле. Можно также сказать, что главной категорией является чистое бытие. Потому что из него все другие категории и противоречия в том числе выводятся. Она самая, так сказать, в себе как матрешка все содержит. А можно сказать, что главной категорией является абсолютная идея. Потому что она последняя. То есть непонятно вообще, что тут под главной категорией можно иметь в виду. И поэтому так говорить нельзя. Теоретическими источниками диалектического материализма явились критически переработанная идеалистическая диалектика Гегеля. Нужно поставить Гегеля с головы на ноги. И философский материализм Фейербаха. Да, Энгельс писал, что они поставили Гегеля с головы на ноги. Но вообще на самом-то деле они сами перевернулись. Они себя поставили с головы на ноги в первую очередь, а не Гегеля. Потому что Гегельс к тому моменту, когда они начали материалистически истолковывать его диалектику, в общем-то его уже не было в живых. Поэтому они себя в этом смысле поставили с головы на ноги. И будучи младо-гегельянцами, они стали материалистами, диалектическими материалистами. Вот Зачтено Шеломенцев Василий Васильевич Город Арсеньев Приморского края Как наука диалектика основывается на чистом знании Изучает всеобщее В природе мышление и обществе В развитии чрезвычайных противоположностей В каком смысле Диалектика основывается на чистом знании Намекаете на категорию чистого бытия И рассматривать ее как основа Здесь не очень точно Так Применяя диалектический материализм К истории Маркс и Энгельс получили Исторический материализм А исторический материализм Рассматривает историю как результат Внутреннего самодвижения Материи Но это неверно Исторический материализм Рассматривает историю Следующим образом Он говорит, что в основании исторического движения Любого Является Производство Общественное бытие Которое есть общественное производство Вот на этом основывается исторический материализм Материалистическое рассмотрение истории До этого история До этого история представала Как набор случайных событий Где там какие-то Так сказать Великие личности двигали эту историю И так далее В общем Она отдавалась на воле случая И соответственно Никакого движения Между общественно-экономическими формациями Которые объективно существуют Его выявить было невозможно А вот материалистическое рассмотрение истории Позволило это сделать И в этом смысле Оно истинно Зачтено Витевский Станислав Сергеевич Зачтено Философия марксизма Пишет Станислав Сергеевич Есть материализм Абсолютно правильно В том смысле Что никакого другого материализма Кроме диалектического нету Соответственно Диалектический материализм Перерыв Давайте сделаем перерыв А потом Мы после перерыва Заслушаем кого-нибудь Из очников Давайте так сделаем Десять минут перерыв Готовьтесь Если дописано У вас принято Значит работа принята Пришла к преподавателю Если там в течение Двух-трех дней Недели К вам не приходит никаких Писер сообщения Что у вас там какие-то Претензии преподавателю Значит работа зачтена Все Молчание это зачет Хорошо Когда вам не пишут На этом кружке Разбирается Надо читать к этому кружку Науку и логики То есть просто прийти послушать Можно послушать в интернете Все равно это будет выложено А на самом занятии Разбираются какие-то вопросы Дается слово Участникам кружка Задает вопросы Спрашивает Что вы хотите сказать По этому поводу То есть как бы Надо готовиться А если Кирилл Олегович не приходит То вопросы обычно ему летят все А тут его нету И он его видит уже По привычке Ну сейчас я не знаю Я честно сказать На этот кружок давно не ходил К своему стыду Но раньше Мы с Михаилом Васильевичем Вот можно посмотреть Какие-то предыдущие кружки Мы там спорили активно Да, было Там что выкладывалось По крайней мере То есть это как бы Все-таки это не лекция Надо понимать Что это не лекция Это кружок Где люди изучающие Науку и логики Пытаются Обсудить То что они изучили Дорогие товарищи Продолжаем Наше семинарское занятие И перед тем Как продолжить С разбором Ответов Заочников Я предлагаю Товарищем очникам Всем к сожалению Не получится Но кто желает Выступить По предложенным Вопросам Разобрать Один вопрос Любой один вопрос Давайте Кто желает Выступить С двух сторон Это полезно Во-первых Вы отвечаете Участвуйте В семинарском занятии То для чего Семинарское занятие Предусмотрено Во-вторых Вы получаете Практику выступлений Перед аудиторией По вопросам Непосредственно Касающимся Марксизма Ну такую Боевую практику В некотором смысле Получаете А как вы потом Собираетесь Полемизировать С носителями Буржуазной Диалогии Различной Для того Чтобы это делать Нужно Выступать В первую очередь Ну и Начинать с простого Давайте Товарищи Кто желает Выступить Пожалуйста Проходите Представляйтесь Вот сюда Здравствуйте Меня зовут Кубанцев Александр Ну я хотел бы Выступить По первому вопросу Вот я ему дал Следующее определение Вопрос на какой? Вопрос по философии Так И у меня потом Будет небольшой вопрос По нему Итак Философия Философия Это способ Человеческого Познания Всеобщих законов Природы Общества И мышления А вот смотрите Вы говорите Способ Что такое способ? Ну как метод То есть способ Это метод А метод Это способ Понимаете в чем дело? Вот все таки Когда мы говорим О методе У Гегеля Метод Это Осознание формы Внутреннего Самодвижения Содержания Изучаемого предмета У философии Есть метод Дилектический метод Он есть Он в ней есть Но философия Не есть метод Философия Это все таки наука То есть Надо говорить Что философия Это наука Изучающая Всеобщие законы Природы Общества И мышления Нельзя сказать Что это просто Некоторые методы Согласны? Да А наука Использует Различные методы Товарищ дорогой Вы можете Выйти потом И свой ответ дать Подсказываешь Дальше давайте Что-то еще Ходите сказать По этому поводу? По этому поводу Нет Мне как раз таки В этом стоял вопрос Что в философии Это именно что наука Да Это наука У науки Есть метод У этой науки Есть метод То есть Есть осознание Той формы Внутреннего Солнодвижения Содержания Изучая Вот материала Философии И этот метод Это форма Этот метод Это диалектический метод Спасибо Спасибо Кто еще хочет выступить Товарищи Давайте Не стесняйтесь Выйти на камеру Сказать Четко Что такое философия Что такое диалектика Как вы понимаете Истину Или вы никак не понимаете истину Что такое истерический материализм Пожалуйста Вопрос о правильности Достоверности и истины Так Правильность Представьтесь пожалуйста Сначала Татьяна Тимошенко Отлично Правильность Это информация Которая претендует На достоверность А что такое информация Вы смотрите Это информация Об объекте Суждение Ну суждение Ближе Но суждение Все-таки Это опять Категория Вот Это категория Учение Понятия Суждение Умозаключение Учение Понятия А тут как-то Вы про информацию Говорите И о суждении Ну все-таки Это понятие Об объекте Так Претендующее На достоверность Это вы сейчас говорите О Правильности Так Нельзя сказать Все-таки Правильность Это Одна Сторона Истинности Истины То есть Можно сказать так Что Абсолютно Абстрактная Абстрактная Сторона Истины Что такое Абстрактная Это Односторонняя Вот У истины Есть одна Сторона Которая Мы говорим Она правильная То есть Эта сторона Правильная А достоверность Это Такая Информация Об объекте Которая подтверждена Допутентами Или наблюдениями Наблюдениями Да Точное суждение Об объекте Хорошо А истина Что такое Это единственная Верная Информация Об объекте Ну как Это единственная Верная А как Достоверная И проверенная Опытом Информация Об объекте В соответствии Понятия Объекта Вы Свели Всю Весь вопрос Об истине К Опыту Вот Вопрос об истине Просто к опыту Свести Нельзя Иначе получается Такое Философское течение Позитивизм Что ли Которое Сводит Все только К опыту А если Это Суждение Об объекте Подожденное Документальными Источниками Опытом Единственное Верное Все-таки Под истиной Под истиной Понимаем Что Вот этот Объект И вот мы Отражаем его В понятиях Так ведь Мы отражаем Объект В понятии Да Мы Отражаем Объект В понятии И истина Это когда Вот это понятие Которое Мы отразили Как мы отразили Объект Соответствует Самому понятию Вот это Вот это Соответствие И называется Истина То есть Здесь нет Понятия Соответствует Да Соответствие Понятия Объекту Ну хорошо А если мы Подходим С диалектической Точки Зрения Все-таки Диалектику Мы не забываем И Наша Задача Заключается Не только в том Чтобы созерцать Созерцать Как бы Материю И такой Останавливаться На фейербаховском Материализме Как мы должны Сказать про истину Абсолютно Противоположную Высказывание Как вам Ожидать Это объект Своем Противоречии Правильно Истина Истина Противоречива Вы это хотите Сказать Но я Вас подвожу К тому Что Вы сказали Что соответствие Понятия Объекту Но и наоборот Соответствие Объекта Понятию То есть Когда мы Вывели Правильное Понятие Объекта Да Вот Тут Товарищ Подходил Мы в перерыве Обсуждали Когда ведь Маркс Энгельсом Говорили О коммунизме Никакого Коммунизма Наличного Бытия Коммунизма Ведь не было Они вывели Это понятие Диагностическим Способом И вот это Понятие Они вывели И начали Общество Преобразовывать В соответствии Понятием И вот это С точки зрения Маркса Энгельса Как раз Истина То есть Они вывели Понятие Оно истина Поскольку они Использовали Диалектический Метод И они начали Вот это Преобразование Общества Делать И вот Как раз Единство Самого Понятия Преобразования Соответственно С этим Понятием Это Есть Истина Позволяет Преобразовать Мир Истина Это Преобразование Мира В соответствии С понятием Это и есть Истина Вот Спасибо Ну что Кто-то Еще Хочет Выступить Желающим Ну Смотрите Товарищи Давайте Не стесняйтесь Так Вопрос Зовут Меня Ермаков Павел Вопрос Об Историческом Материализме Так Значит Исторический Материализм Это Такой Подход Изучения Исторических Вопросов Когда Они Истолковываются Материалистически Что Это Означает Вот Основной Тезис Исторического Материализма Это Звучит Так Общественное Бытие Определяет Общественное Сознание Тут Надо Пояснить Что Подразумевается Под общественным Сознанием Давайте Что такое Под общественным Бытием Сначала Можно Так Общественное Бытие Собственно Это Производство Непосредственной Жизни И Материальных Благ Как средств Для Этой Жизни Ну Непосредственная Жизнь Понятна Людей Производства и материальных благ, то есть для того, чтобы люди могли в жизни существовать. Что такое производство? Производство, в свою очередь, определяется следующим образом. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Это правильное определение, абсолютно верно. Только вы далеко пошли. Давайте про производство мы не будем. Ну, понятно, что общественное бытие есть, общественное производство. Можно так коротко сказать. Ну, да, вот. Соответственно, что такое далее? Ну, у нас тут получается так, что в каждом определении нужно что-то пояснять, да, логически дальше идти. Ну, давайте до конца не будем развёртывать. Ну, я не до конца, просто... А вот такой вопрос, подождите, вопрос. Вот вы сказали, что... Про историю, да, сказали. А что такое история вообще? Что такое история? Да, ну, как наука. Давайте вот все-таки... История – это наука. Если в этой науке, мы к этой науке применяем диалектический материализм, мы получаем исторический материализм. Так? Да. А что такое история? Ну, в данном, так сказать, аспекте рассмотрения, мне кажется, нужно подходить к истории как к развитию общественно-экономических формаций, которых существует пять. Все-таки история – это некая наука. Что она изучает? Что изучает наука-история? Развитие общества. Во время. Во время. То есть она изучает то, что там было давно-давно, так что ли? Нет, почему? Вон, товарищи знают. История изучает не то, что было, она изучает современность. Она отвечает на вопрос современности как. Как результат предшествующего развития. То есть, и здесь вот мы говорим вроде о современности, но предшествующее развитие все туда вкладывается, и поэтому мы все предшествующее развитие и должны изучать, если мы занимаемся историей. Тут как бы такое определение хитрое. Хорошо, спасибо. Отлично. Ну что, товарищи, к сожалению, нам, точнее, не к сожалению, а просто нам нужно идти дальше с разбором ответов, поступивших от заочников, поэтому я позволю себе продолжить. Антонов Александр Николаевич. Зачтено. Воробьев Евгений Валентинович. Философия изучает законы природы общественного мышления. Опять, не просто законы, а всеобщие законы. Зачтено. Котенев Владимир Юрьевич, город Курган. Зачтено. Вольпин Павел Борисович. Республика Крым, Симферополь. Зачтено. Чирякова Светлана Николаевна, город Печора, республика Коми. Истина не соответствует понятию предмету, а предмета понятию. То есть понятие о предмете должно быть правильным и достоверным, тогда оно истина. Вот непонятно, что этого достаточно, что понятие правильное и достоверное, тогда оно истина. Тут Светлана Николаевна немножко не точно указывает. Все-таки противоречие должно быть выявлено в понятии. И тогда можно сказать, что оно истина. Дальше. Нет, все остальное нормально. Зачтено. Гладких. Георгий Васильевич. Тульская область. Город Новомосковск. Опять. Истина представляет систему знаний. Я вот подозреваю, что то ли где-то, видимо, в каком-то словаре списали. Это наука представляет собой систему знаний, а не истина. Зачтено. Лупандина М.А. Диалектический материализм, пишет товарищ Лупандина, это система диалектических взглядов на природу. Как только на природу. Во-первых, диалектический материализм, как мы говорили, это диалектика истолкованная материалистически. Поэтому, если мы говорим о диалектическом материализме, все-таки это описание или изучение мышления в основном, а не природы. Но, если мы диалектический материализм применяем к изучению природы, то мы получаем вопросы философии, относящиеся к всеобщим законам природы. Согласно диалектическому материализму, все находится в беспрерывном движении, развитии и изменении. На самом деле, это не только согласно диалектическому материализму, это свойственно и диалектическому идеализму товарища Гегеля. То есть, здесь материализм, вы не указываете, почему слово материализм-то, как здесь материализм, слово нужно истолковывать. Поэтому неточность. Зачтено. Осипов Игорь Михайлович. Диалектический материализм – это философская школа, направления, базирующиеся на материалистических идеях Маркса и Энгельса. Для построения системы понятий используются диалектический поход. Как раз это все-таки базой диалектического материализма является гегельская диалектика. Мы об этом уже сегодня многократно говорили. А Маркс и Энгельса начали ее истолковывать материалистически. И они получили таким образом диалектический материализм. Так в целом защищено. Александр Черемных, город Барнаул. Гегель понимал всеобщее как порождение абсолютной идеи. А классики марксизма и ленинизма показали, что категория всеобщего есть отражение реально всеобщего в сознании человека, как объективного единства многообразных явлений природы и общества. Гегель понимал всеобщее как момент понятия. Я вас уверяю в этом. А не как порождение абсолютной идеи. Но вы сразу же обратились к последнему тому науки логики Гегеля. Может быть рановато. Надо поизучать еще. Зачтено. Беляев Александр Борисович, Московская область, город Ногинск. Философия – это мать всех наук. Я боюсь спросить, кто отец. Правильность – это однобокая истина. Не однобокая, а односторонняя. Нет улезти на никаких боков. Нет улезти на никаких боков. Но вам про мать всех наук – это хорошо, конечно. Так в целом зачтено. Туршатова Александра Михайловна. Город Нижний Новгород. Зачтено. Мищенко, Роман Сергеевич, город Сургут. Исторический материализм представляет собой распространение положений диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества. Правильно говорить – к истории. То есть не к тем явлениям, которые мы наблюдаем сейчас, а ко всей истории. Анализ всей истории. Да, мы вот только что говорили с товарищем, что это современность, включающая в себя все предыдущее развитие. Но если мы говорим просто о явлениям жизни общества, это мягко, так сказано, очень вяло. В целом, Зачтено. Молныкин Максим Викторович, населенный пункт, город Москва. Так. Вопрос. Не является ли диалектическая истина... Вот тут товарищ уже все знает. Не является ли диалектическая истина единственным верным понятием истины? Является. Зачтено. Смирнов Александр Владимирович, город Калининград. Диалектический материализм – это мировоззрение марксистско-ленинской партии. Отлично. Я не буду комментировать. Но в целом ответ при этом хороший. Да, за все. Тарат Тихин, Александр Сергеевич, Чкаловск. НН область. Это Нижегородская, что ли? Диалектика, как наука, изучает развитие, борьбу двух движений в одном единстве. То есть два движения борются, и они в одном единстве, и диалектика это все изучает. Тут все смешано, конечно. То есть если мы говорим про становление, это два противоположных движения в одном движении. То есть о моментах, как в двух противоположных движениях в одном движении. То борьбы там еще нет. Просто противоположные движения наблюдаются. Борьба все-таки возникает у противоположностей. И она в противоречии возникает. И противоречие возникает как единство и борьба двух противоположностей. Или, хорошо Гегель написал, там, исключающая рефлексия. Что такое противоречие? Так, но в целом на остальные вопросы ответы даны правильные. Зачтено. Товарищи интересуются. Интересуются, да. Седьмой вопрос. Диалектика как источник и составная часть момент марксизма. Вот они просят разъяснить это. Ну давайте тогда мы на этом остановимся. Значит, вопрос так ставился о частях и моментах марксизма с Лениным. С работы три источника и три основных части марксизма. Давайте разберем, что за источники марксизма мы знаем. Товарищи, какие источники есть у марксизма? Какая философия? Немецкая классическая философия. Первый источник. Английская политэкономия. Английская политэкономия. Сейчас, подождите, не будем торопиться. Чтобы мы понимали, что такое английская политэкономия. Что это такое? Что под этим принимается? Адам Смит и Рикардо. Фактически это вот труды Адама Смита и Рикардо. И третий источник. Французский утопический социализм. Так, это вот источники, которые преобразовались Марксом и Энгельсом, были преобразованы в те самые составные части марксизма. Если мы говорим о утопическом социализме французском, то он преобразовался в научный социализм. Мы говорили, как это произошло. Маркс и Энгельс указали на материальную силу, которая наиболее полно, объективно заинтересована в изменении общества. Дальше. Английская политэкономия. Во что была преобразована и каким образом? Капитал. Капитал. Что это такое? Что такое капитал? Что есть капитал? Критика. Это критика чего? Политическая экономия. Критика. Правильно. Критик. Фактически это критика буржуазного способа производства. Или критика политической экономии, как говорит об этом Маркс. Это второй момент марксизма. То есть политическая экономия. Третий момент. Это как раз диалектика. Все наследие немецкой философии. Маркс с Энгельсом вобрали это все наследие. Использовали диалектику для... Во-первых, они ее поставили, так сказать, поставили себе основу на голову, как мы говорили. Они ее истолковали материалистически. Потом они применили это материалистическое толкование к истории и получили исторический материализм. И вот это исторический материализм или диалектика. Короче, об историческом материализме можно сказать диалектика. Это и есть третья составная часть или момент марксизма. Вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос. И как мы уже разбирали сегодня этот вопрос, какой бы из этих моментов мы не ухватили, мы всегда сталкиваемся с тремя другими моментами. Начинаем разбирать политическую экономию. Конец капитала Маркса заканчивается тем, что экспроприаторов экспроприируют. Начинаем изучать научный социализм. Его невозможно понять. Невозможно понять, почему рабочий класс является той материальной силой. Невозможно это понять без политической экономии. Потому что в политической экономии Маркс это доказывает. Опять же, значит научный социализм невозможен без диалектики. Поскольку капитал методом своим имеет диалектику. Поэтому это моменты. Вот неразрывная связь. Именно поэтому и Ленин говорит, что марксизм слит из одного куска стали. Он так по-моему говорит. Вот это один кусок стали, который не разорвать. Выгините что-то одно, марксизм рассыпается. Надо изучать марксизм во единстве всех его трех моментов. Вот такой ответ. Удовлетворены, товарищи? Я надеюсь, удовлетворены. Молчат. Так а почему капитал считается критикой политэкономии? Потому что тот, что Смит и Рикардо, можно сказать, тоже являются критикой политэкономии. Да, абсолютно правильно. Но давайте разберемся, что сделал, собственно говоря, Маркс. Вот в чем заслуга Маркса по сравнению с товарищами Рикардо и Адамом Смитом? По-моему, можно сказать, что все три, они описали... Нельзя сказать. Нет, так нельзя сказать. Прибавочная стоимость. Теория прибавочной стоимости – это хорошо, конечно. Но Маркс сам говорит... Вот дадим слово Марксу. Сам он говорит о том, что он сделал. Вот сам Маркс выступает с тем, что он сделал в науке. Редко так, когда большие ученые прямо говорят, коротко говорят то, что... Вот их вклад в науку. Маркс говорит следующим образом. Он говорит о том, что не ему принадлежит заслуга нахождения классов. Он говорит о том, что задолго классы открыты были буржуазными историками, а буржуазные экономисты давно вскрыли анатомию этих классов, то есть взаимодействие этих классов друг с другом. Он говорит следующее. Моя заслуга заключается в следующем. Первое. Вся история развития общества есть история развития производства, связанная с определенными формами общественных отношений. Первое. Вся борьба классов неизбежно ведет к диктатуре пролетариата. Второе. И третье. Это диктатура пролетариата в свою очередь лишь является ступенькой к обществу без классов, к уничтожению всех классов и к обществу без классов. Вот что сделал Маркс, вот что он доказал, вот что он сам говорит о себе. То есть вот эти три пункта доказаны в, собственно говоря, можно сказать, что в капитале они доказаны. Вот так вот. Ну, не говоря уже о том, что вот эту мистику прибавочной стоимости, все-таки вот эту мистику с прибавочной стоимости сорвал именно Маркс. Он показал, откуда эта прибавочная стоимость берется у Рикардо и у Адама Смита. Кстати, Маркс никогда, он, что называется, настоящий ученый, он на Рикардо и Смита ссылается очень много где в капитале, если вы посмотрите. И он отдает им должное. Но все-таки понимание того, откуда происходит прибавочная стоимость, как она появляется, что это такое, вот в капитале это первое такое полное описание процесса создания прибавочной стоимости. Ну разве нельзя сказать, что в капитале она просто выражена математическим языком? Нет, нельзя. Никаким математическим языком там не выражено. Диалектически выражает, доказывает появление прибавочной стоимости Маркс. А математика, диалектически, математически и диалектически это совершенно противоположные понятия. Но у того же Смита и Рикарда в обоих работах есть описание той же прибавочной стоимости. Да, они говорят о прибавочной стоимости и вы можете найти, как Маркс ссылается прямо на эти места в работах Рикарда и Адама Смита. Но при этом такого точного изложения и доказательства у Рикарда и Смита мы не найдем. А у Маркса? Потому что они просто по умолчанию описывают, что оно есть и должно быть. Вот они на это дело не обращали внимания. А Маркс обратил? Давайте пойдем дальше. Так, Ефремов Денис Валерьевич, город Рязань. Зачтено. Да, опять тут Денис Валерьевич пишет про научный коммунизм. Все-таки научный социализм. В. Бахаев. Сельское поселение Новодоронинск. Да, вот диалектический материализм – это тот метод, инструмент, который позволяет формировать глубоко научное мировоззрение. Мы про метод уже говорили сегодня. Нельзя говорить, что диалектический материализм – это метод. Можно говорить о диалектическом методе, который является методом диалектического материализма. Но нельзя говорить, что диалектический материализм сам есть методом. Так, зачтено. Аршинов Степан, город Иркутск, зачтено. Габдульбаров Айрат Талгатович, город Казань, зачтено. Риховский Михаил Юрьевич, город Ленинград, пишет об историческом материализме. Исторический материализм – это материалистическое понимание диалектического развития истории общества. Все-таки это не понимание, а применение диалектического материализма к истории общества. Так, зачтено. Горбушкин Сергей, город Электросталь, зачтено. Попов Михаил Олегович, город Ленинград, зачтено. Хорошаев Дмитрий Александрович, зачтено. Баранов Константин Олегович. Диалектика по Гегелю – это форма или метод, или схема мышления, включающая в себя процесс противоречий. Неверно, мы это разбирали сегодня. Да, и тут про диалектический материализм. Это система диалектических взглядов на природу. У меня один взгляд, у кого-то другой взгляд. Все-таки, когда мы говорим о взгляде, это вот как мнение, взгляд. Это идеалистическое такое. Причем не просто, это крайняя степень идеализма, солипсизм. Когда в науке говорят о чем-то взгляде. То есть сводится вопрос к субъекту, который познает вообще мир. Так, недалеко до субъективного идеализма, до идей монаха Беркли и так далее. Истина – это соответствие понятия объекту как отражения действительности. Что такое действительность? Действительность – это достаточно сложная категория. Здесь ее использовать не надо. Просто истина – это соответствие понятия объекту и обратно. Соответствие объекта понятию. Диалектика как наука. Любая наука определяется своим методом. Это неправильно. Она не определяется своим методом. Любая наука имеет свой метод. Но дальше товарищ правильно указывает, что такое метод. Получает зачет. Артем Белозеров. Философия – это наука, предметом которой являются всеобщие законы природы, общества и мышления. Неверно. Она не предметом является, а наука, которая изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. А вот предметом философии как раз являются природа, общество и мышление. Зачтено. Белинский Александр Сергеевич. Зачтено. Митин Сергей Викторович. Город Ульяновск. Да, истина в марксизме – это соответствие понятия объекту, изучаемому предмету, или соответствие объекта понятию. То есть что, или-или. И то, и другое должно выполняться. Тогда это будет истина. Так зачтено. Шишков Алексей. Город Тюмень. Инженер. Зачтено. Серков Василий Васильевич. Так, откуда непонятно. Зачтено. Федоров Евгений Вячеславович. Город Уфа. Зачтено. Чопа Алексей Михайлович. Город Екатеринбург. Вот Алексей Михайлович пишет. Гегель, пишет Алексей Михайлович, был идеалистом. Это правильно. И рассматривал в своей науке совершенно абстрактные объекты. В каком смысле он абстрактные объекты рассматривал? Начиная, как мы уже говорили здесь, с категории становления, он рассматривает совершенно конкретные категории. То есть содержащие противоречия. То есть истинные категории. Он рассмотрел только два абстрактных объекта. Бытие и ничто. А дальше он изучает совершенно конкретные объекты. Или, можно сказать, категории. Так что вы тут, товарищ, на Гегеля наговариваете. Так зачтено. Караулов Андрей Сергеевич. Зачтено. Бакус Зимма Джеральдовна. Город Москва. Зачтено. Александр Косанок. Украинская ССР. Вот, товарищ, пишет. С моей точки зрения, диалектическая истина отличается от обычной истины. Во-первых, прежде всего, с тем, что берет предмет в его развитии. Тра-ля-ля-ля-ля. То есть товарищ различает обычную истину. Как бы есть обычная истина, и есть некая диалектическая истина. Мы обсудили уже сегодня, что никакой обычной истины нет. Истина одна. Она диалектическая. Она содержит в себе противоречия. Так как все объекты окружающего нас мира противоречивы. Вопрос. В прошлой лекции Попов сказал, что коммунизм не является становлением. Но в то же время говорит, что все приходящее. Как есть все, так есть все, находится в становлении. Значит, коммунизм сам становлением, конечно, не являются. Но в коммунизме становление можно, так сказать, разглядеть там становление. Можно. Под становлением понимается единство, беспокойное единство, бытие и ничто. Вот если говорить с точки зрения определения просто у Гигеля. Вот это беспокойное единство, бытие и ничто, мы наблюдаем в переходный период от капитализма к коммунизму в его первой фазе. То есть к социализму. И это беспокойное единство в чем заключается? В том, что борются противоположные различные уклады экономические. И в нашей истории, если мы обратимся к 1917 году, когда произошла социалистическая Октябрьская революция, на следующий день после Октябрьской революции, что было в экономике? Какая была экономика? Капиталистическая. Все то же самое. Но не только капиталистическая. Там были те же самые уклады, которые были до этого. В том числе капиталистический уклад, да. И дальше там боролось пять укладов. Да? Пять укладов. Один из которых социалистический уклад. Можно сказать коммунистический уклад. То есть производство общественное. И вот это беспокойное единство и есть становление. И вот на тот период, пока социалистический уклад не победит абсолютно экономическими методами все остальные уклады, ну пока он не станет господствующим. Победа имеется в этом случае. Он станет господствующим. То есть иногда говорят, что вот там при социализме кто-то там продавал пирожки, как бы. Не было общественного производства. Имеется в виду, что общественное производство является господствующим. Господствующим способом производства. Основные средства производства. Да. Вот можно сказать. Основные средства производства обобществлены и подчиняются, действуют в соответствии с планом. Обобществить их просто недостаточно. Если мы их обобществили, они еще могут работать как при госкапитализме. То есть мы обобществили предприятия. Но каждое отдельное предприятие работает как работало. Оно принадлежит тоже государству, государству пролетарскому. Но по отдельности оно еще работает как при капитализме. Значит здесь не только обобществление, но еще подчинение плану социалистическому. Вот когда она подчиняется социалистическому плану, вот тогда считается, что произошло полное обобществление, победил социалистический уклад. Когда социалистический уклад является господствующим, закончился период становления. Закончилось это беспокойное единство, и становления уже как налицо вот этого беспокойного единства нет. Есть наличное бытие, наличное бытие коммунизма. Коммунизм в первой фазе. Но поскольку он в первой фазе, он социализм, он в себе несет родимые пятна. То есть, если мы говорим в терминах науки логики Гегеля, наличное бытие это социализм, коммунизм в первой фазе. Но в нем мы можем рассмотреть то становление, которое было снято. Вот эти родимые пятна, которые остались в социализме, это родимые пятна не чего-то там, а родимые пятна тех экономических укладов, которые были до этого. В этом смысле становление там есть, его можно рассмотреть. Покопавшись там логически, это становление в коммунизме и в социализме можно найти, но при этом сам коммунизм, сам социализм не является становлением. Произошло налицо обобществленные средства производства, общественное производство, социалистическое производство. Никакого восстановления в этом смысле там нет. Я надеюсь, что я понятно ответил на этот вопрос. А как же они еще пытаются называть перекрыт от социализма коммунизм? Да, как его называть? Хороший вопрос. Его надо называть развитием коммунизма на своей собственной основе. Снятие? Нет, не снятие. А это развитие, мы будем эти категории проходить в учении о сущности. Социализм развивается на своей собственной основе, отрицая в самом себе, в самом себе, вот те родимые пятна. И вот это бесконечное отрицание этих родимых пятен в себе самом, нигде-то они не рядом, они в самом социализме. Это и есть движение к полному коммунизму. А можно сказать, что отражение? Сказать можно в том смысле, что когда мы говорим об... Что такое отражение? Отражение – это рефлексия. Вот когда мы будем говорить об рефлективных определениях в учении о сущности, можно в этом смысле сказать, что это отражение. А уничтожение классов – разве это не становление бесклассового общества внутри уже социалистического вклада, внутри социализма, как коммунизма в первую базу и как переходы в полный коммунизм? Уничтожение классов – это же снятие? Полное уничтожение классов. Смотрите, мы здесь немножко отвлекаемся, но давайте этот вопрос важный, потому что... Ну, по этому, кстати, поводу я буду в декабре читать лекцию в университете рабочих корреспондентов. Так что можете послушать тоже, о чем там будет идти речь. Вопрос заключается в том, является ли социализм бесклассовым обществом. Нет, конечно. Не является? В каком смысле не является? То есть там есть классы? Есть. Это уничтожение. Вот. Товарищи там как бы чувствуют, что там какое-то противоречие зарыто. На самом деле социализм – это коммунизм ведь, правильно? Коммунизм – это бесклассовое общество? Бесклассовое. Бесклассовое. Значит, социализм – общество бесклассовое. Вот. Но если мы там начинаем рыться дальше, то все, не все классовые различия полностью уничтожены. Можно говорить, что это бесклассовое общество с неполностью уничтоженными классовыми различиями. Вот так можно говорить. То есть через отрицание надо все время про классы говорить в социализме. При социализме классов уже нет антагонистических, но классовые различия остаются, такие различия, как различия между городом и деревней, между людьми физического и умственного труда. Они остаются и они преодолеваются по мере как раз развития социализма на своей собственной основе в полный коммунизм. Смотрите, а вот первая паза коммунизма, да, социализма, это про обочисление средств производства, если правильно сформулировал. А нельзя ли добавить какие-то еще дополнительные пазы, вот допустим, обочисления транспортных средств и мест проживания, когда люди, допустим, не имеют личных автомобилей и места жительства каких-то частных квартир, а просто, так сказать, сел автомобиль общественный, поехал, там в автобусе там берется плата, и когда ты с работой, ты угород перебудешь, а там тебе будут... Вернемся к вопросу о том, что когда мы говорим об общественном мытье, мы говорим об общественном производстве, и речь идет об обобществлении средств производства. Никто не говорит, как некоторые буржуазные певцы говорят нам, что они там фантазируют, что при социализме будет общность с жен, там они придумали, что щетки зубные будут общие, там еще что-то. Социализм и коммунизм – это про общность средств производства. А место жительства средством производства не является. Как автомобиль ваш личный, на котором вы ездите. А вот если автобус, который возит вас к работе, это является уже... Он является элементом производства общественного, потому что он доставляет рабочую силу на место, где эта рабочая сила соединяется со средствами производства. И вот это относится к средствам производства, и это обуществлять надо. Ну что, мы как-то так перешли в режим вопросов. Давайте сейчас... Да, нет, нет, я к предыдущему вопросу. Мне кажется, короче, это сказать в нечестном монастической партии, что социализм не отрицает частную собственность. Да, да, да. Частный буржуазный. Он отрицает частную собственность на средства производства. Личные... Средства производства должны быть обобществлены. Только в этом случае невозможна эксплуатация одного человека другими людьми. Ну классно. Да. В этом случае невозможна эксплуатация. А то, что у вас там зубная щетка ваша, там рубашка и стул, это к социализму и коммунизму никакого отношения не имеет. Хотя, с другой стороны, если мы говорим уж о машинах, честно, если мы говорим о машинах, да, вот сейчас даже уже при буржуазном производстве уже дошли до этого каршеринга. Все понимают, что там каждому выдать машину – это совершенно сумасшествие, это убивание городов, это состояние в пробке и прочее. То есть уже даже при буржуазном способе производства идут к тому, что обобществляют уже вот эти вот, вот эти вещи, они обобществляются. Вот типичный пример каршеринга, который сейчас развивается и в Москве, и в Петербурге, и который в принципе, за которым, по всей видимости, вот с точки зрения индивидуальных автомобилей, за ним будущее. Да, 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 каждый их использует, кто хочет. Ну, в буржуазном обществе это делается для того, чтобы излить прибыль дополнительную из граждан, а в принципе, это вот по форме, это как раз обобществление вот этого личного транспорта. Велосипеды появились, самокаты воздушные, но появились. Так, товарищи, давайте мы сделаем вот что. У нас время подходит к концу, да, уже? Значит, я не успел огласить результаты достаточно большого количества товарищей, но все товарищи, которые прислали мне работы, получают зачет. Есть некие недочеты, так или иначе, а основные незачеты, недочеты я разобрал, в общем, мы подробно разобрали основные недочеты, поэтому оставшиеся товарищи могут понять, какие недочеты были у них. Там еще столько же, сколько у вас уже. Еще 140? Нет, это 180. Ну, значит, я еще 40 не проверил. Никогда никто не торопит. Значит, поэтому все, кто, всех, кому мне выслал товарищ Мордовин, получают зачет, а дальше высылайте, будем смотреть. Все, кто выслал, получают, а кто не выслал, не получают. Ну, те, кто до понедельника выкладывал работу, получают. Да. До скольких, до какого времени? До девяти. А всех остальных будут смотреть. Ну что, товарищи, давайте еще последний вопрос какой-нибудь. Да вы не волнуйтесь. Есть какой-нибудь еще вопрос? Да, вопрос можно. Давайте. Можно определить истины в соответствии понятия объекта и объекта понятия? Можно перефразировать как соответствие формы содержанию и содержанию формы? Нет, нельзя. Потому что форма и содержание, опять же, это сложные категории, которые возникают во втором томе науки логики, в учении о сущности. Вам нужно понять, что такое форма и что такое содержание, нужно знать, что такое сущность. Нужно знать, что такое рефлективное определение. Нужно знать, что такое противоречие. Нужно знать, что такое противоположность. Нужно знать, что такое тождество, различие, действительное, явление. Вот это все нужно знать, для того, чтобы... Да, исходя из этого, у нас понятие это вообще более сложная категория и дальше, значит, которая содержит в себе все три тома. Никак раз не получается ли формы сдержания намного проще, чем... Понятие это самое, ну можно сказать, что понятие это вот самое, одно из самых, ну хорошо, высших категорий, которые определяют субъективную логику. Речь идет о том, что вот как раз понятие это категория субъективной логики, да? Речь идет о том, что вот эта наша категория субъективной логики, то есть наше выражение в понятии совпадало с тем, что есть в материальном мире. Вот здесь речь идет об этом. Не надо усложнять форма, содержание, это более сложно. Ну что, товарищи, я думаю, что мы сегодня, на этом сегодня закончим. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.